Произойдёт после Страшного Суда, когда люди опять приобретут это тело, и когда вновь они приобретут возможность уже самоопределения в вечности. Человек создан для вечной жизни, а эта жизнь у нас временная, для вечной. И поэтому Страшный Суд является тем окончательным моментом, к которому человек, уже имея опыт земной жизни, познания добра и зла, опыт для многих гиенны, то есть когда человек пребывает и испытывает всё действие страстей, с которыми он перешёл туда. И, наконец, опыт лицезрения божественной любви и божественного смирения, которое проявилось с особенно потрясающей силой в страданиях и смерти Христа, имея вот этот, я бы сказал, тройственный опыт, так человек мог, наконец, определить себя в вечности. Дело в том, что первый человек не знал зла, и поэтому не имел правильного представления о добре. Мы же, благодаря вот этим вот трём моментам, уже получаем полное знание о том, что такое добро, кто такой Бог, какое он великое благо для человека, и полное представление о зле, которое является ничем иным, как отлучением человеком самого себя от Бога. Вот он узнаёт, он видит, кто он есть без Бога, и видит, кем он может быть с Богом. Страшный суд и завершение истории человечества неизбежны, так утверждает Священное Писание. То, как это будет предсказано и описано в книге Откровения апостола Иоанна Богослова. Изображение событий Апокалипсиса можно увидеть во многих христианских храмах. Эти картины устрашают и заставляют задуматься. Ведь, несмотря на пророчества о великих бедствиях, грядущих в конце времён, книгу Апокалипсис завершает радостный возглас «Ей гряди, Господи Иисусе!» Мне кажется, с пришествием Христа не страшный суд начался, а напротив началось особое ощущение любви Божьей. Некоторые святые отцы даже говорят такие вещи, что Христос и пришёл только для того, чтобы человечество наконец узнало, что Бог есть любовь. Поэтому не теряло надежды, потеряло эти страхи. А то главное, о чём говорит Откровение, это пасхальные слова Иоанна Златоуста. Смерть уничтожена, ад разрушен. Где ад твоя жала? Где смерть твоя победа? Вот леет мотив христианства. А эти вещи, да, будет суд. Это необходимо, это полезно, это естественно для человека, как и мы сами судим свою совесть каждый раз, когда приступаем к таинству покаяния. Мы сами даже себя осуждаем. Это просто необходимое средство. И больше ничего. А цель и результат пришествия Христова – это как раз победа над смертью, над адом, над муками, над мучениями, над всем. Радость – вот, что принёс Христос. И первые христиане, они жили радостью. Никакая беда, никакая несправедливость, никакое торжество злобы в этом мире, и даже торжество зла и смерти не могло отнять от них радость духовную. Они знают, что придёт Господь, и правда Божия восторжествует. И они приветствуют друг друга словами – «Маранафа» – «Господь грядёт скоро». Радуйтесь, братья, Господь скоро грядёт, и весь этот хаос, весь торжество этого беззакония, которое сегодня в нашей жизни, это всё прекратится. Господь отрёт всякую слезу от ваших глаз, и начнётся новое преображённое бытие, бытие человека и Бога. Ведь в своём вознесении Господь возносит на небо и наше преображённое, прославленное человеческое тело. То есть человек по своей сущности приобщается к внутренней, таинственной жизни Бога. Мы должны быть причастниками божественного бытия. Что может быть более торжественного? Но чтобы быть причастниками божественного бытия, ведь Господь насильно никого из нас с собой не соединяет. Как говорит Богословие, Бог спасает человека, делает всё для спасения человека, но Он не может спасти человека без участия его личного. Если человек сам не желает спасения, не желает быть с Богом, то Господь насильно его с собой не соединяет. При творении человека Богом, Бог творит человека свободным. Он творит его таким, что в эту свободу сам не может вмешаться. Если человек избирает в себя определенный путь, принимает какое-то решение, это его решение, и Бог уважает его. Ну, так же, как, например, родители с некоторого возраста, да, в общем, и с раннего возраста, как ребенок начинает отчетливо что-то осознавать, уважают его решение. И даже когда он не осознает, но ребенок просит что-то, хочет что-то, сказать не может, правда? И родитель хочет ему дать это. То есть он уважает вот это проявление желания. В еще большей степени Господь ценит ту свободу, которую Он дал человеку при творении. Человек без свободы – это животное. И вот это главное свойство, оно ни в коем случае не может самим Богом нарушаться. Как важен каждый шаг, каждое решение, которое мы принимаем. Но кто из живущих может обойтись без ошибок и просчетов? Кто способен выиграть все партии между добром и злом в своей жизни? Лишь многотрудный опыт побед и поражений дает нам шанс сделать правильный выбор. Господь на протяжении жизни человека как-то влияет. Он старается, опять-таки, если мы обратимся к этой аналогии простой, родитель ребенка воспитывает, он его обучает, он ему объясняет. Он пытается как-то оградить его, правда, от влияния недолжного и какого-то злого. Но все равно человек в конечном счете становится взрослым и сам избирает в себе добро или зло. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Слова Достоевского очень точно выражают христианское понимание свободы. Каждому из нас ежедневно приходится делать выбор между добром и злом. И когда мы встаем на путь зла, сами себя осуждаем. Христианское откровение говорит прямо и однозначно. Бог – две вещи, по крайней мере. Бог есть любовь, и Бог неизменяем. Он всегда таков, каков Он есть. Поэтому, хотя мы встречаем такие выражения, как страшный суд, правда, в Священном Писании его, кажется, нет. Сказано, последний суд. Хотя мы их встречаем, то на самом деле он страшный будет совсем не потому, что Бог из любви превратится в какого-то справедливого судью. И уже невзирая на людей, будет по правде судить каждого. Одного в рай, другого в ад. Нет, ничего подобного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.